Поэтому сегодня у нас будет обзор на лаунчер, вообще я не играю в крмп, я просто его там знаете обсуждаю иногда вот там и мы его разберём, мы его обсудим, посмотрим что вообще они и вот это вот всё прочее, то есть почему, то есть я вообще думал что всё это принадлежит как бы Андрю Херинга, что вот он в самом деле всё это делает, ну возможно это правда, возможно это неправда, если честно то проверить я это запускает вот это втихаря сервера и на Блэк Раш и там на прочих вещах. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП, вся дополнительная информация в описании. Я устал, вот знаете в самом деле я устал постоянно разбирать все эти скриншоты, все эти мобильные проекты, все эти GTA самповские андроид проекты, все эти GTA CRMP андроид проекты, все вот эти вот прочие проекты, я просто устал. Весь все эти телефоны, все эти прочие вещи, зачем оно всё надо? Надо ли оно вообще? И самое главное кому оно всё надо? Я не понимаю. Потому что ну в самом деле, ну что это такое? Именно сегодня я решил в данном видеоролике немного так знаете отдохнуть, потому что, ну потому что я просто устал. В самом деле, ты постоянно вот практически делаешь одно и то же. Поэтому сегодня у нас будет обзор на лаунчер в CRMP, но не на андроид, и даже не на телефон, и даже не на телефон на андроиде, а на компьютере, потому что проект Amazing Spider-Man. Шучу, Amazing, RP, CRMP, Roleplay и всё вот это вот знаете ли прочее. Вообще, я не играю в CRMP, я просто его там знаете обсуждаю иногда, вот там между делом, что-то вот это вот там всё делаю, и ничего больше я в общем-то и не делаю никогда. Ну ладно, давайте уже перейдём к самим скриншотам, которые вот типа тут всего один скриншот, и мы его разберём, мы его обсудим, посмотрим, что вообще они сделали, как они всё это вообще сделали и так далее. Ну слева, разумеется, у нас там знаете сколько всего человек играет, и также если спуститься немного вниз, у нас там будут сервера Red, Yellow, Green, Azure, Azure, Silver и вот это вот всё прочее. То есть почему-то у чуваков с CRMP, и кстати с GTA Sample на Advanced Roleplay, у них некая привычка называть проекты цветами, то есть там Orange, Green, Blue, Red, Yellow, там всё вот это прочее. Почему? То есть я вообще думал, что всё это принадлежит как бы Андрюхе Ринга, что вот он в самом деле всё это делает, и всё. Всё, разумеется, в народе есть такая, знаете, ну то ли пословица, то ли поговорка, то ли просто некая такая теория о том, что если серверки называются цветами, то скорее всего проект принадлежит Андрюхе Ринга и никому больше. Ну, возможно это правда, возможно это неправда, если честно, то проверить я это, ну никак не смогу, если только зайти в налоговую декларацию Андрюхе Ринга и посмотреть, если за какие-то года есть такой, знаете, большой, буйный, бурный рост, то тогда, в принципе, можно будет уже, так знаете ли, ну сказать, что действительно Андрюха, наверное, там знаете, запускает вот это втихаря сервера и на Блэк Раше, и там на прочих вещах, и потом сидит такой весь кайфует, и у него там и КРМП сервера, и прочие сервера, но, разумеется, всё это только теория, которая не имеет под собой никаких подтверждений, ничего вот этого, ничего общего, в общем-то, с реальностью также не имеет. Потом мы видим то, что лаунчер, как бы, ну, всё, то есть тут больше ничего нет, есть какие-то новости о том, что вот, встречайте, это новый лаунчер, и там где-то справа сверху есть версия всего этого лаунчера, потом там сайт, форум, донат, помощь, то есть всё, это максимально скучный лаунчер из всех, которые я видел. Но, разумеется, я не знаю, как у них выглядел лаунчер до этого, может быть, было ещё хуже, может быть, было ещё скучнее, я не говорю, что этот лаунчер, он, знаете, плохой, хуёвый, какой-то недоразвитый, что его клепал какой-то там человек одной рукой без глаз, может быть. Я об этом абсолютно точно ничего не говорю, я просто хочу сказать, что, ну, в самом деле, ну, такой лаунчер есть, такой клиент, что такое вот оно всё есть, и, типа, ну, наверное, это нормально, я не знаю. То есть, всё это, наверное, будет больше на ваш суд, и вы такие, типа, ну, да, в принципе, это нормально, и в целом, ну, наверное, мы со всем этим можем что-то поделать. Либо нет, это ненормально, и, типа, лаунчер у них полное говно, которое непонятно вообще, как работает, и кто за ним вообще следит. И, в общем-то, на этом, наверное, всё, лаунчер какой-то не такой, не сякой, вообще, жил-был, где-то там что-то делал, и ничего более там, в общем-то, и нету. Поэтому, ну, вот, как-то так оно всё и происходит, наверное, я лично так подозреваю, хотя, может быть, оно и не так происходит. Ну, это уже абсолютно точно не важно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, пишите, что вы думаете по поводу всего этого лаунчера в комментариях, мол, нравится он вам, не нравится он вам, чем нравится, чем не нравится, что вообще вы там можете о нём сказать, что вы там о нём не можете сказать. Я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм DanteConnor, а также мой промокод Notoxic54, всё это есть в описании данного видеоролика, вы туда заходите, там всё это делаете, и потом вы всё остальное там тоже проделываете так, чтобы у вас всё было отлично, замечательно и вообще круто. Всем спасибо за просмотр, всем до свидания и пока, наверное, я не знаю, вполне возможно.